Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о товарище Петракове, о главном тренере сборной Украины, который своими последними высказываниями, ну, прям, скажем, озадачил. И сейчас я вот как-то, наверное, слишком громко про него сказал товарищ Петраков. Пес ему товарищ, как говорится, гражданин Петраков. Именно так, в советские времена, в более цивилизованные времена, было принято обращаться к людям, которые особого уважения не заслуживают. Как наставник Петраков за последнее время все-таки более-менее показал свою профпригодность, многие сомневались в том, что он способен быть тренером старшей сборной, что вот, мол, молодежку он хорошо, скажем так, вел к успеху, а вот со старшей не факт, что получится. И, в принципе, ну, наверное, получается. Да, конечно, последний матч с шотландцами многих озадачил, особенно учитывая то, что игра была унылое говно. Но, в целом, не так плохо, как многие ожидали. Однако, это касается футбольной составляющей. А вот как личность Петраков давно вызывал некоторые вопросы о его недавнее интервью, где он просто, знаете, распылался в своей русофобии, обещал там всех убивать, всех мочить, пойти в территориальную оборону так называемую. Но вот, знаете, вот это как раз лишний раз показывает, что хороший футболист, хороший тренер – это далеко не всегда умный человек. И давайте разберем эту ситуацию, потому что РФС уже выступил с заявлением, что нужно дисквалифицировать Петракова. И, мне кажется, это вполне обоснованно. Само заявление, давайте это разберем. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей. Ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота. Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрибет. Итак, цитировать слова Петраковой я не буду, потому что ужас на Ютубе запрещена. Вот всякая агитация в пользу войны, разжигание розни и так далее. Поэтому в данной ситуации Ютуб, как бы странно это ни звучало, оказывается слишком таким интеллигентным и мирным местом для такого человека, как Петраков, и для его заявлений, которые он дает публично. Но я думаю, вы можете найти, это не проблема в общих чертах, тем более я описал то, что было сказано Петраковым. И мне очень интересно смотреть за молчанием UEFA, FIFA и прочих организаций, которые так усирались в последние годы, показывая, что политика не должна иметь отношения никакого к футболу, то, что заявления какие-то оскорбительные, они моментально должны как-то, вы знаете, блокироваться, и наказываться, что должна быть культура отмены, cancel culture, что если кто-то что-то не то сказал за это моментально, должны быть санкции и так далее. А здесь мы видим, что все звери равны, а некоторые ровнее. Легендарная уже история с криками украинских фанатов на полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, когда они кричали, что нужно убивать москалей, простить за выражение, до сих пор осталось без реакции со стороны FIFA и UEFA никаких санкций, никаких наказаний. И возможно на фоне этого мы видим то, что теперь уже главный тренер сборной позволяет себе призывы к убийствам. Дальше? Ну дальше, наверное, уже футболисты будут призывать к убийствам и так далее. Это все «замечательно» в кавычках, но мне интересно, FIFA и UEFA они до чего хотят довести? Все-таки мы должны понимать, что конфликт России и Украины это не единственный. Дальше по этой логике тренер сборной Узбекистана, например, или Таджикистана, или Киргизии, в определенный момент может призывать убивать соседей, потому что там тоже постоянно конфликты. Тренер сборной Аргентины вообще должен орать, что англичан нужно резать за фалклендские острова, которые для них мальвиновые острова. Турция сейчас в непонятках с Грецией, киприоты считают, что половину своего острова у них отняли турки, что вполне себе обоснованно, кстати, и так далее. Но давайте теперь все тренера будут позволять себе такие высказывания. Мы посмотрим, к чему это приведет. И, разумеется, в этих условиях ФИФА своим молчанием, своим сыкливым поддакиванием откровенному шовинизму начинает просто, знаете, открывать ящик Пандоры. При этом Петраков, ну, теперь мы уже понимаем, что этот человек либо недоумок, либо очень хочет построить из себя охранительного патриота. Его можно понять с русской фамилией Петраков. Строить из себя патриота тяжеловато. По идее, вообще, нужно бы какой-нибудь украинский псевдоним придумать. Как помните, в Украине в свое время был комбат батальона Донбасс Семен Семенченко. Потом оказалось, что у него фамилия то ли Грушин, то ли какая-то еще. Ну, в общем, для украинского патриота уже западло иметь русскую фамилию. Нужно придумать украинский псевдоним и так далее. Ну, в конце концов, вот той же самой Тимошенко, украинской девушки с косой, тоже родная фамилия армянская, а не украинская. Взяла фамилию бывшего мужа. Ну, то такое, знаете. Бить будут по морде, а не по паспорту, как говорилось в одном замечательном еврейском анекдоте. Ну, мне просто забавно, когда люди с фамилией Петраков строят из себя таких крутых нациков, это знаете. Это, знаете, как если бы в России человек с фамилией, не знаю, Мендельсон какой-нибудь или Готенберг, или еще как-нибудь побежит в Черную Сотню и будет кричать «Бей жидов! Спасай Россию!». Ну, наверное, это будет примерно так же иронично смотреться. Впрочем, здесь, как видимо, Петраков все это подает на серьезных щах, без всякой иронии. Он серьезно пытается, видимо, изобразить из себя охранительного патриота. И здесь мне хотелось бы провести определенный параллель между Петраковым и нашим бывшим капитаном сборной, Артемом Дзюбой, который в момент объявления мобилизации выложил какой-то непонятный пост. Вот, мол, некоторые мужчины только являются мужчинами или кажутся ими. Ну, короче, что-то в стиле Джейсона Стетхэма. Про то, что вот, мол, мужики не те пошли. Ну, как, видимо, намекаю на то, что некоторые люди избегают мобилизационных мероприятий. И вот, знаете, что в одном случае, что в другом. Я, как человек, который жил в Украине, а сейчас живу в России, абсолютно одинаково отношусь к обеим сторонам конфликта с этической точки зрения. Вот что один, что другой. Молодцы. Потому что один, прекрасно понимая, что его не призовут ни в ВСУ, ни в территориальную оборону, распинается, каким бы он был крутым мужиком на фронте. А другой, сидя в Турции, распинается, что вот, мол, мужики не те пошли и так далее. Это очень легко, наверное, рассуждать о войне, понимая, что ты на нее не попадешь. Это к вопросу о некоторых бабах, простите за выражение, их женщинами нельзя назвать, которые постоянно залезают во всякие там чат-рулетки, записывают там гневные ролики, где постоянно обещают, что мы вас там рвать метать будем и так далее. Они прям воинственные, дальше некуда. А воинственные почему? Потому что знают, что отвечать за базар придется не им. И на фронт предстоит идти не им, а кому-то другому. Поэтому здесь, знаете, очень много таких людей появилось, патриотов, которые издалека любят свою родину, орут, как они сейчас за нее будут тельняшку рвать и все остальное. Вот и Петраков точно такой же. Он прекрасно понимает, что война его коснется только в той части, и что его футболисты не будут играть на постоянной основе, возможно, в ближайшее время. А во всем остальном он может строить из себя самого охерительного патриота, рассказывать, что он 20 бурятов зарезал своими руками, сжег 5 армат и сбил 30 беспилотников. В принципе, для украинского современного социума сойдет, а не схавают, если это подтвердит Арестович или там какой-нибудь Гордон. Так что, в принципе, мы просто видим деградацию общества. И на фоне деградации общества слова главного тренера сборной, ну, это, знаете, как такой вот показательный момент. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.